Хануко Самех, дорогие друзья, и с праздником вас, Хануки, праздником света. Фактически, да, в действительности это праздник обновления, когда свет внутри нас. Во время зимы как хочется погреться у огня поближе к свету, когда на улице уже темно, и все-таки Хануко напоминает нам о свете. Говоря о храме и времен Птоломеев, мы вспоминаем о том, что произошло в Иудее. Фактически восстание против эгоизма, деспотизма и правления греков. Это была эллинистическая эра, где вступали в действие уже новые законы. И Иудеи, Израиль фактически восстал против этого всего. Друзья, об этом говорить, наверное, сложно, потому что нужно рассказать историю, это будет очень долго. Но я хочу сказать другое. Праздник этот был фактически неканонический, не являющийся праздником Торы. Поэтому многие евреи считают, что этот праздник чудес, величия, какого-то сверхъестественного, и действительно сверхъестественного было то, что храм был восстановлен и храм был очищен. Не сама суть чуда в Семисвечнике, когда горело восемь дней Менога, а о том, что Бог пришел в свой храм. И возвращаясь к тому чуду, знаете, фактически евреи и не планировали праздновать этот праздник, по причине того, что он не являлся праздником Господним. Его назвали праздником Малых Суккот, то есть Суккот, который вне времени. Долго об этом говорили, долго об этом спорили, но только в IV веке нашей эры начинается первое воспоминание о чуде с маслом, которое говорит о том, что возможно, возможно, я не говорю истинно, что праздник Хануки стал очень эпитичным и важным для евреев, и его нужно было обвернуть в чудесную историю сверхъестественного зажигания масла, и нужно было его сделать чем-то чудесным. Фактически, Раби Шварц говорит о том, что евреи могли потерять этот праздник вообще с историей по причине того, что было противостояние и споры о самом празднике. И лишь честно говоря, Иоанн говорит о том, что это истина, что христиане, верующие евреи в Ишуа Мессию, оставили именно запись о том, что этот праздник был важным праздником в истории Израиля того времени, когда жил Ишуа здесь на земле. Иоанн 10 глава говорит о том, что был праздник обновления, не Ханука, а праздник обновления, и Ишуа был на храмовой горе, была зима, и его там спросили, ты ли тот, что ты нас держишь в неведении? И я скажу так, одна интересная вещь об Ишуа, Ишуа напоминает нам Маковеев. Они боролись за очищение храма, и Ишуа также борется об очищении храма, того храма, в который он вошел, взяв бич и выгоняя этих людей, которые торговали, которые пренебрегали Домом Божьим. И он говорит, мой дом назовется Домом молитвы для всех народов. Я думаю, вот это интересно, что Ханука и Ишуа, Новый Завет, является для нас важной частью, важным праздником. Он действительно не библейский, но он чудесный. Он отображает не только свет, но и часть освящения. С праздником очищения вас, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok